Убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы встречаемся с вами в неурочное время. Мы сейчас пока работаем в таком немножко сокращенном режиме из-за обстоятельств, которые вы все знаете. И наша тема сегодня – это вакцинация. И мы пригласили прокомментировать эту тему, дать свое квалифицированное мнение человека с очень хорошим медицинским образованием. Он известен всем как основатель аптечной сети Сауэс Аптека. И немножко он побыл министром здравоохранения, поэтому он знает, как устроена система. Это Гунтес Белевич. Добрый день, Гунтес. Мы связываемся с ним по телефону. Добрый день. Итак, из-за системы, которая сложилась в нашей системе здравоохранения, из-за проблем, которые в этой системе возникли, мы пережили уже смену министров. И новый министр пришел, как говорится, с новыми идеями. В частности, очень большой резонанс вызвала идея создания бюро по контролю за вакцинацией, за процессом вакцинации и зарплаты сотрудников этого бюро. Вот как вы расцениваете эту инициативу и действительно ли обоснованы опасения людей, которые, так сказать, наблюдают за процессом, о том, что это очередная бюрократическая структура, которая, в принципе, вряд ли повлияет положительно на этот процесс? Вы знаете, госпожа министр Илза Винтелова, она была уволена под предлогом, что темпы вакцинации неудовлетворительные. И мне кажется, что все-таки это был лишь предлог. И как можно ускорить темпы вакцинации, если просто вакцины недоступны? И просто нет вакцин. Небольшие количества, которые поступили в Латвию, они уже практически израсходованы. И мы будем ждать, в феврале, наверное, поступят следующие ощутимые партии вакцин. И это мы из Латвии никак не можем на это влиять. С бюро для вакцинации или без, потому что производитель Pfizer из-за проблем на производстве никому не может поставить. Только в Латвии, но и в другие страны. Относительно вашего вопроса по поводу образования специального бюро создания, которое будет руководить вакцинацией. Наверное, можно так делать. Можно было обойтись и без этого. Самое главное и важное, чтобы был этот процесс вакцинации руководим со стороны государства. Чтобы люди знали, когда он будет вакцинирован, чтобы люди знали, что после вакцинации они получат какой-то документ, который, ну скажем, в виде паспорта вакцинации, который позволит ему вернуться в нормальной жизни. Ходить еще на работу, путешествовать и так далее. Я думаю, что можно и так, и так, да. Ну, то есть, эта опция возможна, но не обязательно, с вашей точки зрения. Да, можно было обойтись без нее, но можно и с ней. Но, в принципе, кто-то должен непосредственно руководить этим процессом. И наша же проблема, она заключается в том, что мы хотим руководить вакцинацией, мы хотим руководить отраслью медицинской, другими отраслями страной удаленно. Удаленно можно было, на мой взгляд, руководить всем, когда появился повод, это было новое заболевание, когда не было на горизонте ни тестов, которые его определяют, ни вакцин. Но сейчас же все это есть, и я думаю, что в первую очередь вакцинации должна была позволить вернуться непосредственному руководству всеми процессами в стране. Не только вакцинацией, но и самой страной, а в нормальном режиме. Я думаю, что политики, не только руководители, которые будут руководить бюро вакцинации, они должны быть провакцинированы в первую очередь. То есть очное заседание Кабинета Министров лучше, чем заочное? Естественно. Почему? Потому что, вы знаете, всякие заочные заседания, они начинаются и кончаются. Ты не видишь людей, ты не можешь с ними поговорить до и после, ты не можешь обменяться взглядом. На самом-то деле удаленное руководство, это на самом-то деле то, что нужно было, на мой взгляд, как можно быстрее прекратить и перейти к нормальной работе. На самом-то деле вакцинация ведь тоже не самоцель. Мы хотим вернуться к нормальной жизни, правда ли? Да-да-да. Мы хотим, чтобы дети ходили в школу, чтобы родители могли ходить на работу. Надо с чего-то начинать. И мы начинаем вакцинации с врачей, наверное, это правильно. Есть другие страны, как, например, Германия и Австрия и Швейцария. И они в первую очередь начинают от пожилых людей в домах престарелых, потому что они, там смертность от ковида самая большая. Только и после этого в этих странах будут вакцинироваться все пожилые люди после 80-ти. И только потом медицинский персонал. Но это не так-то на самом-то деле важно. Мы начинаем с медицинского персонала, потому что это тоже наше узкое место. И без медицинского персонала мы видим, как плохо, когда он в недостатке. Но надо и всем вернуться к нормальной жизни. В первую очередь к нормальной работе. И в первую очередь к правительству, к парламенту, к министерствам, к чиновникам, которые руководят процессом в стране. И в том числе и будущим сотрудникам ныне создаваемого центра вакцинации. Скажите, пожалуйста, вы же по образованию человек, который занимался и фармацевтикой, и биомедициной, и так далее. Вот глядя на предлагаемый спектр вакцин, какой вы для себя сделали вывод, какие препараты лучше, какие, может быть, более такие сомнительные с вашей точки зрения. И насколько выбор Латвии обусловлен или возможно Латвии сделать этот выбор в пользу наиболее каких-то проверенных вариантов? Вы знаете, я думаю, что в мире создаётся одновременно очень много вакцин. Довольно многие из них уже допущены к промыть, разрешены к практическому применению. И надо сказать, что эти вакцины, они созданы по очень разным принципам. Есть вакцины, которые создаются на основе классического принципа, когда это так называемые цереноверённые вакцины, когда в организм человека вводится или ослабленный вирус в данном случае, или укреплённый вирус. Потому что у него возникает классическая реакция иммунного ответа организма. Такие вакцины тоже создаются, такие вакцины создаются в Китае, такие вакцины создаются в России. Они имеют огромные преимущества, потому что они создают стабильный и долгий иммунитет. И ответ организма, он такой, как природа, он заложен, когда он встречается с возбудителем. Но эти вакцины имеют также и недостатки определённые, что является прямым продолжением этих преимуществ. Потому что возникают реакции организма, порою сопоставимые с заболеванием. Да, но всё равно практика показывает, что в период эпидемии такие вакцины применимы. И на самом-то деле последствия не такие уж значимые. Есть другие принципы создания вакцины. Вот если первый принцип, он уже известен столетиями, то больше, чем 250 лет, то так называемые векторные вакцины, которые создаются в очень многих странах, это уже такой опыт, который имеет пару десятилетий. И это такой принцип, когда используются, я сказал, векторные вакцины. Это значит, в качестве вектора и носителя используется такой вирус, который для организма не страшный в том смысле, что организм может с ним справиться. И он видоизменённый. Это некий гибрид между знакомым нам вирусом и вирусом ковида. И в качестве этого носителя или лодочки, или вектора используют аденовирусы. Аденовирус – это вирус ОРВИ. Это тот вирус, который вызывает то заболевание, которое мы в народе называем простудой. Когда у нас есть кашель, когда мы чихаем, когда у нас болит горло, когда у нас болит голова и усталость. И организм с этим вирусом справляется. И вот на основе вот этого носителя аденовируса вакцины созданы в Китае, в России. Вот известная вакцина «Спутник». И та вакцина, на которую Латвия подписалась в самом большом количестве, это вакцина фирмы «Астрозенека». И этот аденовирус видоизменен таким образом, что туда включена генетическая информация о вирусе ковида, которая должна запустить синтез в клетках хозяина человека, который получает вакцину синтеза этого клетка, который на поверхности ковида, вируса, который из себя представляет эту корону. И этот аденовирус еще изменен таким образом, что у него выразлен определенный кусочек генетической информации, и он сам не способен размножаться. И вот такой вирус, видоизмененный гибридный с генетической информацией вируса ковида, он в виде вакцины вводится в организм человека, и он в определенных клетках, определенных тканей. В данном случае мы в первую очередь контактируемся нашей слизистой оболочкой наших дыхательных кустей. Вот в этом эпителии дыхательных кустей слизистой оболочки начинается синтез в результате вакцинирования самого вот этого антигена. Наши клетки начинают вырабатывать белок, вот этот изголок вируса ковида. Против этого белка у нас начинает возникать стабильный иммунитет, гуморальный, то есть вырабатывается анти-тела и клеточный, Т-лимфоциты вырабатываются, и возникает хороший генетический иммунитет. И надо сказать, что этот метод, он очень хороший, но есть определенная проблема, которая возникает тогда из-за того, что мы можем заразиться этим аденовирусом. Проблема может быть определенная у людей, которые недавно приболели, столкнулись именно с этим серотипом, который используется в вакцине. И если после первой вакцинации мы можем подхватить ОРВИ, и тогда возникают определенные проблемы в последнем случае в виде видоизмененного иммунного ответа. Он может быть даже усиленным, но все равно эти последствия, они не настолько значимы, чтобы, так сказать, не вакцинироваться. И страны пошли по разному пути. Китайцы, например, делают там на аденовирусе пятого серотипа. Он самый частый. Это определенная проблема. Есть вакцины на 26-м серотипе. Надо сказать, что русская вакцина, чтобы минимизировать этот риск столкновения с этим конкретным аденовирусом, она построена на принципе двух аденовирусов, двух серотипов. Астрозенека, которую мы получим, мы российскую вакцину не получим, потому что она в Европейском Союзе не зарегистрирована. Российская компания не регистрирует ее в Европу. Астрозенека, в свою очередь, сделала свою вакцину, чтобы минимизировать риск именно столкновения с этим аденовирусом. Она сделала на принципе аденовируса, которого мы никогда не встречаем. Это аденовирус примата, шимпанзе. И вот эта вакцина, она сейчас находится в стадии регистрации в Европейском Союзе и ожидается, что она в ближайшую неделю, в конце этого месяца будет все-таки зарегистрирована. Пока мы в Европе имеем дело с двумя вакцинами, они обновили поставлены в Латвию в небольших количествах, то есть фирмы Pfizer и фирмы Moderna. Но эти вакцины сделаны совершенно по-другому принципу. Здесь тоже есть принцип, это векторная вакцина, но носителем не используется известный нашему организму вирус как аденовирус. Используется качество носителя микрошарик липидный, который несет генетический материал вируса. И есть теоретическая проблема у этих вакцин, которая заключается в том, что если аденовирус, он имеет цель в организме, он оседает на слизистой оболочке, на эпителии, висательных путей, или там на альвеолах, и там вызывают определенные реакции. Эта реакция известна нашему организму, он функционирует, иммунитет наш таким образом. Но когда носителем используется липидный микрошарик, тогда нет берега, который мы можем причалить, эта лодочка, он может попасть в любые ткани, в любые клетки. И мы не знаем, у нас нет такого опыта, как эта вакцина подействует, скажем, на уровне отростков вредных клеток, клеток, как называемых гендритов. Известно, что они туда попадают с этим носителем. И тогда возникает только теоретически определенное опасение отдаленных последствий. И что можно предположить, что, возможно, там, системные заболевания, аутоиммунные, могут как-то, может быть, усилиться у людей, которые имеют к лодочке к заболеваниям. Но это лишь теоретические предположения. Потому что такого опыта применения таких вакцин не то, что на людях в таком массовом масштабе нету даже такого применения, скажем, для иммунизации средств хозяйственных животных. Вообще, сам принцип, когда носителем используется шарик, он известный, он используется для лечения генетических заболеваний уже пару десятилетий. но это очень небольшие количество опытов по сравнению с тем, что сейчас происходит. Но, несмотря на то, что я сказал, я хочу сказать, что все вакцины, буквально все, которые будут допущены, уже допущены и будут допущены к использованию, они все надежны. И вообще надо вакцинироваться, если есть такая возможность. И не надо пропускать свою очередь на вакцинации, когда эта очередь не дает. Гунтес, вот если бы вы лично выбирали для себя вакцину, что бы вы выбрали? Вы знаете, у меня нет, вы знаете, есть. Я думаю, что есть. И поскольку я руковожу медицинским учреждением, и у меня была возможность вакцинироваться вакциной Pfizer, я пропустил свою возможность, потому что я для себя веду, так сказать, имею в виду мое состояние здоровья и мой возраст, я буду ждать следующую вакцину, которую AstraZeneca. И на самом-то деле, вот, скажем, когда мы недавно видели недовольство премьер-министра темпом вакцинации и темпом вакцинации среди медиков, мы все знаем, что, скажем, в Долгопловской региональной больнице готовность вакцинироваться среди медиков была 5% после уговора, она выросла по 2 раза, если процентов были готовы вакцинироваться. Надо сказать, ну, это же люди, которые вообще специалисты в области, врачи, медсестры, у них есть свое представление. И мне кажется, что готовность вакцинироваться среди медиков существенно увеличится одновременно с возможностями выбора вакцины. Я думаю, что люди довольно консервативные, они, на мой взгляд, более готовы вакцинироваться вакцинами, которые созданы на принципах, которые известны давно, на сравнении с новыми принципами, которые массово никогда еще не применялись. По одной простой причине, потому что работы в больницах сейчас так много, что некогда заниматься читанием научных трудов по поводу того, научных трудов, как же устроена каждая из вакцин, которые будут в ближайшее время сходить. Но вместе с тем я призываю вакцинироваться и сам буду вакцинироваться. Я сторонник вакцинации. В прошлом году я вакцинировал в два раза стритококковой вакциной, то есть чтобы уменьшить возможность возникновения воспаления легких в результате COVID-19. От этого же умирает. И я вакцинировался против гриппа во избежание того, что одновременно заразиться гриппом и ковидом. И когда моя очередь подойдет вакцинироваться против ковида, если у меня будет возможность выбора, я выберу вакцину AstraZeneca, но только ввиду того, что у меня я уже за 60, 63 годы идет, и у меня, так сказать, оценивая моими знаниями мое состояние и здоровье, я для себя сделаю такой выбор. Простому человеку это будет выбор очень трудно сделать, но выбор надо будет делать, и я думаю, что надо будет долагаться каждому человеку на совет его семейного врача. Я думаю, что семейный врач, он будет оценивая состояние своего пациента, будет советовать одну или другую вакцину. Представляете, какая работа еще предстоит в плане образования в этом плане наших уже так образованных коллег. Гонте, скажите, а не может быть так, что Латвии добровольно-принудительно предложат только один вариант, условно, Pfizer, и AstraZeneca не поступит в нужном количестве в нашу страну? Вы знаете, я думаю, что будет противоположная ситуация. Я думаю, что тогда, когда Латвия подписалась в самом большом количестве на вакцину AstraZeneca, это было сделано не потому, что Латвия так захотела или Винтилов так захотела, Европейская комиссия распределяла квоты между странами пропорционально количеству людей в каждой стране. И AstraZeneca тогда, когда это распределение прошлым летом проходило, было ближе всего к регистрации. И желание было у каждой страны вакцинироваться как можно быстрее. Сейчас мы подписались вот сразу на первый рабочий день министра Павлета на дополнительно 1,4 миллиона вакцин вакцин. Это же не отменяет сделанные заказы на другие вакцины. Это означает, что в нашей стране вакцин будет намного больше, нежели население. Ну, а зачем нам лишнее? Это не так, страшно. Я думаю, что деньги, конечно, очень важны, но самое главное это здоровье и жизнь наших людей. И я думаю, что ввиду того, что вакцин будет много, больше, чем вообще нужно, появится обязательно возможность выбора. И выбор надо будет сделать. и я думаю, что люди будут этот вопрос задавать. И надо уже заблаговременно думать, как дать ответы на вопросы, которые возникнут у людей. Я, например, вижу, что в определенной темпы вакцинации такие же, как у нас, но уровень подготовки к вакцинации намного выше. В определенных немецких землях вакцинации начнется только в феврале, вообще только в феврале. Но они готовы. У них есть телефоны, которым каждый может позвонить и задать свои вопросы. У нас такой телефон тоже будет номер телефона. Но у немцев вот в той земле, которая по количеству населения, как Латвия, около этого телефона уже сидят 400 людей. 400. Которых можно приадресовать звонки, которые дадут ответ. Потому что если у нас будет телефон и на нем будет сидеть только один человек, вы же никогда не дозвонитесь. Они получите ответ на интересующий вам вопрос. Понимаете, вот надо снять стресс у людей, надо снять стресс ясными ответами, когда, что, почему, как, будет ли выбор. Если будет выбор, то на основе каких принципов может быть сделан этот выбор, что мы должны учитывать. Понимаете, и людям надо дать возможность подготовиться к этому. И этого пока у нас нет. Мы стреложим о том, что мы будем тратить дополнительный миллион на этот бюро, который будет организовать вакцинации. но вот как-то надо другие сигналы посылать людям, что мы создадим такую систему вакцинации, когда каждый получит только вакцину, получит всю необходимую им информацию, можно сделать выбор для себя. мы знаем, какой меддокумент дадим после вакцинации, мы знаем, как встать в очередь. Ну, посмотрите, в Израиле, да, там ведь тоже есть определенная последовательность групп населения, возрастая и так далее, когда подойдет очередь. Но если человек пропустил свою очередь, тогда может вакцинироваться любой, который пришел на вакцинацию в порядке живой очереди, это же ни одна доза вакцины не должна пропасть и все желающие должны быть провакцинированы. Что будет, если, вот скажем, в этой группе нет готовности вакцинироваться, темп у нас хилый, вакцины, они с очень короткими сроками годности, потому что вакцины новые и у производителя, ни одного производителя нет оказательства стабильности своего продукта, они все вначале по срокам полгода и в Латвию поступили вакцины, которые Pfizer, которые уже были произведены скажем, за два месяца до того, как в Европе они были зарегистрированы. у них срок годности конец апреля. Это очень близко, но они уже израсходованы, будут израсходованы. И в этом нет опасности, если правильно планировать вакцинацию. Вот тот принцип, когда мы, Латвия сказала, мы половину вакцин содержим для второй вакцинации тем, для тех, которые получили первую дозу, он очень правильный. Я могу только похвалить. Другие страны пошли по такому принципу, мы сейчас провакцинируем как можно больше, и от следующих партий введем вторую дозу. Тут оказывается, что вторая доза не поступит вовремя. Ну или не поступит, или будет какая-то другая немножко измененная формула, и это может как-то быть... Но формулу не изменить, потому что нельзя изменять формулу для продукта, который зарегистрирован. И формула будет та же. Я думаю, что у нас не должна быть людей опасения по поводу того, что какая-то из вакцин там ненадежная. Наоборот, они все, которые зарегистрированы, они все надежные. Гунтес, а вот чисто практический вопрос... Они не одинаковые. Да. Чисто практический вопрос... Секунду, я вас извините, что перебила. Практический вопрос. Вот говорят о том, что вакцины транспортируются при температуре минус 70 градусов и хранятся при температуре минус 70 градусов. Это относится именно к Pfizer или ко всем вакцинам? И почему такая температура? Если жидкости при минусовых температурах замерзают, это же жидкость, которая вводится внутримышечно или как она вводится? Это я могу пояснить. Каждая из вакцин отличается и правилами хранения этой вакцины, чтобы она не теряла свою активность. Вакцина Pfizer действительно должна храниться при температуре минус 80 градусов. Она и к нам поступает в специальных контейнерах, где такие условия соблюдены. И в Лаквии она хранится у нас в одном месте. Это центр Асенш Донор Центрс. Это центр доноров крови. И в этом центре у нас есть такие условия. и эти условия будут для хранения и больших огромных партий. К нам будут поступать сотни тысяч доз. Они там будут в состоянии. Внутри страны эту вакцину можно транспортировать условия холодной цепи. Есть несколько способов. Можно дальше отвозить долгопил в коробки сухим льдом. Но поскольку вакцина сохраняет свою активность скажем пять дней при условиях обычного холодильника, то если организовать вакцинацию и расходование этой вакцины таким образом, что она израсходуется за пять дней, то ее можно хранить в обычном в режиме обычного холодильника. То есть обычного морозильника, наверное, морозильной камеры. Нет, 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 холодильника. Даже холодильника. Она должна быть в этом пузырьке должна быть введена жидкость, она должна быть разведена, там будут немножко больше, чем пять доз, и это можно хранить в условиях обычного холодильника. Например, другая вакцина, которая в Латвии поступила, она тоже вот на платформе этих липидных шариков вакцина фирмы Модерна, но она уже должна быть, храниться в условиях при минус 20 градусов, это уже условия некоторых бытовых морозилок. Да, да, да. Это уже легче, казалось бы. Я думаю, что у нас процесс логистики доставки вакцин, их разведения ее перед вакцинацией, и хранения этой разведенной вакцины, он продуман, и из-за этого никаких проблем у нас не возникнет. По крайней мере, это можно таким образом организовать, бояться того, что какая-то вакцина должна была определенное время храниться при минус 80 или минус 20 градусов. Нас это не должно касаться, специалисты знают, как ее хранить, в каких условиях и хранили, и перед употреблением хранили тоже так, как разрешил производитель, и она не потеряла свою активность, эффективность до того, как была введена в организм человека. Так что, я думаю, эта сторона, она, я думаю, решена, она представляла определенную головную боль специалистов, как же будет построена логистика. Я думаю, что эта проблема решена, и нас, которые будут вакцинированы, это не должно нас волновать. Скажите, пожалуйста, а почему возникли ситуации, когда вакцинация людей вызвала как бы такую негативную реакцию, вот то, что мы знаем о Норвегии, где пожилых людей провакцинировали, и они, к сожалению, после этого скончались? Вы знаете, я последнее, что я читал по этому поводу, что эти смерти с вакцинацией прямо не связаны. Вы знаете, когда мы говорим о здоровье людей, которые в очень пожилом возрасте, 90 лет, под 100 лет, больше, чем 80 лет, у каждого человека, почти у каждого, с редко речащим исключением, у каждого из этих людей в таком возрасте за жизнь накопилась масса многих, не одного, а нескольких тяжелых заболеваний. И вывести из равновесия такой организм легко. и поэтому эти люди чаще всего как раз в этой возрастной группе погибают, когда они заражаются вирусом ковида. И я думаю, несмотря на то, что человек в пожилом возрасте умирает, я думаю, что вакцинация пожилых людей против ковида спасет жизни миллионам людей в пожилом возрасте. Надо вакцинироваться. Я все-таки думаю, что... Надо вакцинироваться. Я думаю, что в пожилом возрасте нужно вакцинироваться возможно более мягкими вакцинами, которые переносятся организмом легче. Когда появится возможность выбора, тогда врачи, которые будут делать вакцинацию, пожилых людей, это будет учитывать. Ну, очень хочется верить в то, что наши доктора проявят такую вдумчивость и все-таки будут подходить каждому человеку индивидуально. Но все же я хотела бы уточнить по поводу информирования населения. То, что вы сказали, в Германии уже организованы такие горячие телефоны, на которые можно будет звонить, и люди получат ответы, разъяснения, смогут развеять свою тревогу и так далее. Вот в Латвии можно ли организовать такой телефон? Очевидно, он будет организован, но кто будет отвечать на вопросы? Люди специально обученные, или это все-таки медики, или студентов привлекут, которые все-таки смогут как-то более четко, конкретно ответить на любые вопросы? Ведь, наверное, нельзя это так прописать как схему стандартный вопрос, стандартный ответ. Вы знаете, вы задаете очень правильные вопросы, эти все вопросы будут, надо будет адресировать, адресовать вот этому бюро новому, который создается, и также они это будут организовывать, и вот на журналисты приведением вот конкретных примеров, как это сделано, как это в принципе можно сделать, чтобы увеличить готовность вакцинироваться население, как же упитывая опыт других стран, будем это организовать мы, и я думаю, что, ну, пока этого бюро еще нету, никто не может ответить на вопрос, как же это будет организовано, но у нас с вами уже определенные ожидания есть, и мы будем как-то говорить на эти темы, и будем способствовать, чтобы у нас была тоже создана такая система, где люди, которые люди могут получить ответы на все интересующие их вопросы на поводу вакцинации. Мы же хотим вернуться к новой жизни, то, что мы совсем не говорим, лапы или педагоги не говорим, вакцинация это не единственный способ вернуться к нормальной жизни, мы же летом жили нормально, мы ходили более нормально, мы ходили в парикмахер и в рестораны на работу в большей мере, сейчас у нас разведен локдаун, сейчас выходными по праздничным дням, но нужно вернуться к нормальной жизни, и вакцинация не единственный способ. Второй способ, который в других странах широко применяется, это экспресс-тесты против ковида, специфические, вот, например, в Австрии тоже локдаун окончается 25 января, я понимаю, у нас продлят его до 7 февраля, но в этот понедельник, 18 января, все дети от первого до последнего класса в Австрии пошли в школу, потому что австрийские школы получили 5 миллионов экспресс-тестов, и раз в неделю, первокласс, начиная с первокласса, родители им помогают дома сделать этот тест, а дети в классах постарше, раз в неделю в школе, каждый ребенок делает тест, и проблема как раз вот та, когда дети разносят ковид асимптоматично, она будет решена, потому что тогда при выявлении ковида экспресс-тестом за 10 минут не очень дешево, можно делать более точнее тест полимиразной цепной реакции, которую врачи пользуются для установления душного диагноза, но самое главное нам выявить распространение ковида и прекратить его распространение, если не будет распространения ковида, мы вернемся к более нормальной жизни, например, в Германии больничные кассы оплачивают для каждого обитателя дома престарелых экспресс-теста до 20 экспресс-тестов в месяц, понимаете, мы только говорим о том, что мы будем раз в неделю дорогим и медленным тестом проверять сотрудников дома престарелых, там говорят, что мы раз в неделю будем проверять учителей дорогим и медленным тестом, другие страны идут совершенно другому пути, они быстрыми тестами проверяют большие количество людей прекращают распространение ковида. И это не новое, это уже европейская комиссия 18 декабря прошлого года выдала рекомендации, в каких случаях можно применять экспресс-тесты против ковида для того, чтобы общество вернулось в нормальную жизнь. Детям надо школу, это же профанация удаленная учеба. министр может только радоваться, что успехи детей улучшились при удаленном обучении, не понимая, что родители решают задачи детей, родители объятились в отцах в группах и коллективно решают задачи, и ребенок удаленно получает более хорошую аценку. Представляете, что дома происходит у людей, где есть трое детей и один компьютер? Да, мы об этой теме уже говорили. Гунтес, время нашей программы подошло к концу. Сегодня Гунтес Белевич, основатель аптечной сети Саула Саптека и политик, и общественный деятель, и главное самое медик с высшим образованием, полученным в России и в Германии, отвечал на вопросы по поводу вакцинации. Мне кажется, сказал очень много дельного. Эта программа через какое-то время, может быть, буквально завтра, послезавтра появится на Ютубе, ее можно будет еще раз прослушать, может быть, и будет повторно радио Болтком. Огромное спасибо Гунтесу Белевичу за его комментарии и за разъяснения по поводу вакцин, какие они бывают и как лучше их выбрать. Я думаю, что мы все будем относиться к этой теме очень взвешенно и рационально, и наше государство тоже в этом нам будет помогать. Спасибо Гунтес Белевич вам за участие в программе. Программу провела Людмила Прибырская, звукорежиссер в студии, Родион Золотарев. Всего доброго, до встречи через неделю.